Привет, я Джулс, и сегодня у нас полный обзор моего скетчбука. Я хочу показать, что скетчбук вести на самом деле не страшно, и он может быть любым. Здесь у меня памятные какие-то штучки, наклейка от моей ученицы, которую она сделала сама, и совершенно простая зарисовка. Здесь я кому-то из учеников объясняла основу построения. Также простое яблоко, как работать линией. Ну и сложная, конечно, зарисовка геометрических фигур. А здесь мы с братом ехали в автобусе, и он попросил порисовать, и мы договорились рисовать по очереди, так что один рисунок его, а один мой. Рисовать в автобусе, кстати, очень здорово и интересно. И несмотря на тряску, зарисовки получаются очень живые и интересные. У меня есть свое любимое место в автобусе, и особенно мне там нравится зарисовывать вот такие простые быстрые портреты. А это уже моя ученица из художественной школы. Опять ученицы, и мое любимое задание, такое осеннее. Рисуем листочки. Листочки, получается, живые, интересные. Скетчбук попал под дождь, поэтому будут небольшие разводы, но это не страшно, это тоже история, и главное, что он смог это пережить. Зарисовка вечно ждущего человека, автомобили, крыши домов, того человека, который ждет кого-то на улице, в общем. И опять прекрасные листочки. Вот как у нас был этот урок несколько раз, так я и зарисовывала вместе с детьми это все. Зарисовка ученицы. Опять же, ребенок уже не ходит давным-давно на занятия, но в моем скетчбуке это все запротоколировано. Зарисовки с педколлегии. Я не могу просто так сидеть и болтать на педколлегии, поэтому я тихонечко сажусь в уголок и зарисовываю всех. Опять мои ученики. Зарисовки с посиделок, с друзьями. Не всегда они будут хорошими, продуманными и сделанными круто, но скетчбук, опять же, это рабочая поверхность. И пусть он будет такой, какой он есть. Я ничего не стала обрезать. Хочу, чтобы мои ученики и зрители видели, что это может быть не идеально, и это совершенно нормально. Скетчбук наполняется в основном портретами моих учеников и зарисовками каких-то натюрмортных вещей. А еще частый гость в моем блокноте это моя прекрасная коллега. Там очень много ее зарисовок. Надеюсь, она себя узнает. И, конечно, мои детки тоже ее должны узнать. Чаще всего я работаю перьевой ручкой, и вот такие классные зарисовки получаются. Один из моих любимых графических разворотов. Это было сделано на уроке. Детки рисовали, а я рисовала то, чем рисуют детки. И это очень крутая практика, когда дети видят, как работает учитель. А это моя самая любимая зарисовка в этом блокноте, потому что она очень сочная получилась и живая. И, кстати говоря, это у нас случайно выстроилось на полке, и никто не продумывал такую композицию. А это уже натюрморт и ребятный рисунок самые простые были из двух предметов. Новогодняя зарисовка, которую дети делали пастелью, а я быстренько карандашами. Опять моя коллега. И снова зарисовки моих учеников прекрасных. Дальше зарисовки снова спидколлегии. Мы собираемся раз в неделю, и раз в неделю у меня стабильно пополняется запас портретов. Ученики мои. И также какие-то быстрые скетчи со стола. Снова моя прекрасная коллега. А это мы с ребятами проходили как работать графическим материалом, таким как гелевая ручка. И я им показывала на своем примере. Опять же, что это может выглядеть так живо и интересно. Это мои зарисовки с шорцев, которые я выставляла. И доказывала, что рисовать можно все и везде. Даже пельмени можно рисовать. Котики из поездки в гости к прекрасному вальдорфскому педагогу по ремеслу. Зарисовки сухих цветов, которые были в букете на мой день рождения. И рыбьи головы. Вообще рыбьи головы – это просто обалденная графическая натура, потому что очень интересная, красивая форма. И груши тоже. Обожаю эти груши с пятнами. Они у меня будут появляться постоянно, как только возможно. Можно сказать, что у художников есть такой принцип. Прежде чем съесть – нарисуй. Наша учительница английского. В этом году она не будет работать. И опять же, человека рядом уже нет, а зарисовка все еще живет в моем скетчбуке. Живая, классная, интересная, графическая зарисовка наушников. Опять же, работаю перьевой ручкой. И перьевая ручка намного лучше с этим справляется, чем гелевая, она не заедает. Полинерные зарисовки пошли. Деревья. Как раз тогда только начали появляться листочки. Я кого-то ждала в парке. И это такая благодать, когда ты садишься на лавочку, и перед тобой сразу четыре крутых дерева. Тебе даже двигаться никуда не надо. А это зарисовки с фудкорта, когда я ждала своего младшего брата и решила порисовать людей. Спойлер – меня спалили. Последнее задание в художественной школе – это зарисовки растений перед пленером. И опять же, работали с моими примерами. Тоже показывала детишкам, как можно классно зарисовать шиповник. А это работы из последнего моего видео про композицию. Обязательно посмотри его. Это очень полезно. И это тоже пленерные зарисовки. Рисовали с детками на улице. Завершаю скетчбук с зарисовками деревьев с пленера. Рисовала вместе с детьми, потому что считаю, что учитель должен быть авторитетом для детей, чтобы они впитывали знания намного лучше. И должен рисовать с ними обязательно. На этом мой скетчбук заканчивается. Заканчивается и начинается новый, который подарила мне моя коллега. Вот с такой прекрасной зарисовки. Субтитры создавал DimaTorzok